Знакомясь с его танком, с его работами, мы четко видим, что эти атрибуты и выражения он смог очень хорошо четко вылезать. И это способствует тому, что когда человек видит танку, он же как бы его представляет, и это нужно для медитации, для развития духовного. У иконописца было много учителей. Среди них один тибетец, который преподал ему стиль Лавранской школы живописи. Характерными особенностями которой являются особый яркий колорит, тонкий рисунок, тщательная выписка всех деталей и обилие позолоты. Дозан Додаков, прожив очень тяжелую, сложную жизнь, смог передать эту традицию своей дочери и своим ученикам. Раздается стук дверь, я дверь открываю, на улице стоит отец, у него какая-то старенькая шляпа, дочь льет, и он говорит, я так долго к вам стучусь, а вы не открываете. И падает на крыльце. Я всегда вся просыпалась, так это было три раза подряд. Этот сон ей будет сниться после того, как отца уже не станет. Тогда Немо Цирен решит продолжить его дело. На выставке «Живая традиция» собраны уникальные работы мастера. В 70-е годы прошлого века во время пожара сгорело около 40 его произведений, и тогда он написал их заново. Одна из них «Танка. Рай Суховати» ныне хранится в Иволгинском Датсане. Сюжет этой танка очень был популярен среди народа, потому что это как бы перерождение праведников, тех людей, которые праведно жили в этой жизни, они могут переродиться именно в этой чистой земле Будды Амитапхи. Эта работа сразу видна, что именно этого мастера, потому что действительно для него характерны четкость линии, композиции, и самое интересное, что у него именно лица этнически выражены. Всего на выставке представлено около 70 работ иконописца. Это не только танка и прописи, но и трафареты, краски, кисти, подрамник, то есть весь рабочий инвентарь художника, а также черновые наброски, документы, фотографии и работы его учеников. Выставка продлится до конца мая. Наталья Китаева, Александр Хомоганов, Первая Альтернативная.